Путешествие Пилигрима в небесную страну. А он в каком году прожил? В 16 век. В 16 век. Начало 17 может. В 1580 родился в 1600 каком-то. Там как раз самые тяжелые были такие времена. Там железный век этот. Как ты можешь так отчаяться? Чувствуй себя свободно, ты же в клетке. Я и в клетке свободен. Там это очень было интересно. Там судьи, имена у них там скупой, слепой. И этот слепой такой сидит, его судят. И подождите, братья, я ясно вижу. Он слепой. Ясно, говорит, вижу. Этот человек, у него такого-то не хватает. Ты слепой вообще. Поражает. А чума-то когда началась, ты его с тюрьмы-то выпустили. Этот охранник ему говорит, я тебе верю, что ты вернешься. У чума, когда пройдет, ты назад вернешься, он обещает тебе. Все, он его выпустил. И потом чума там все это кончила, все вернулся, пришел. Там все идет аллегорически. То есть человек вдруг почувствовал страшную ношу на себе, а у него семья, дети, жена, любящие. Его любят, и он их любит. Хорошее селение, в котором живет, там все друг друга любят, добрые соседи. Но его ничто не может сдержать. Он выходит в чистое поле, смотрит на небо и кается. Мне тяжело, мне тяжело. Мне что-то гнетет, не могу понять. Вот за спиной страшный груз вдруг навесился. Что нужно делать? И тут встречается евангелист. И говорит, нужно идти. Он там, видишь, тесные врата, вон там вдали. А, да-да, вот туда тебе нужно идти. И вдруг он, говорит, побежал и царство небесное, вечная жизнь, вечная жизнь. И побежал. Семья, дети тут, ему жалко, и он там с ними поговорил. Они его не приняли смеяться, начали. И он бредит, значит, все этим делом. Он говорит, да ты успокойся, поспи там. А он спит, ему еще хуже делается. И вот он побежал и убежал от них. И за ним там двое побежали, чтобы его привести. И там дальше начинается приключение. Он попадает в ток уныния. Уныние, как обычно бывает. Человек сначала вера, сначала все, потом нет, в ней не спастись. Это ноша, она всегда меня давит. И никогда в ней не спастись. Это только уныние. А есть ступени, а по ступеням никто не идет. Это слово Божие. Никто не идет. Зачем? Это как? Это поможет. Это мне что, поможет, что ли? Ну, я не верю. Вот эти муки, что будут читать, только кому поможет. Берешь сразу раз, и конец вычитаешь. Если конец, то что? Да, борода меня что спасает, поясок что меня спасает. Да, то есть люди начинают. И уныние. А ступени, ступени-то, а ступени закрыты какой-то грязью. Грязь это лень твоя. Лень. Лень. Ты, вот тебе глаз даже будет поднимать и откроет. Давай, читай. У тебя там второй зврачок закроется. Вот. Какой-то. Только не вот такой уже, а вот такой. Да, вот так. Все. Это, вот об этом идет речь. И потом он еле-еле вылез из этой топи. Опять же ему помог помощник. Помощник. Стоит на ступенях, идет через топ и ныне по ступеням. И руку ему протягивает и говорит, иди ко мне. А ты, а ты кто такой? Ну, я смотрю, ты тут бараккаешься. Я иду по ступеням. А тут что, ступени есть? Ну, да. А я их что-то не заметил. Ну, так давай с тобой вместе. Ну, давай читать Евангелие-то. Раз. Почитал немножко. Все. Вышли из этого места. А дальше начитался. Законничество пришло. То есть я должен это исполнять. Я должен вот так вот это вот идти. Только вот в этой рамке идти. Обрезание, значит, должно. И других тоже. Да, и туда других приведу. Что вот так. А там что только она уже не вздымалась. И Господь говорит, Господь говорит, налагайте бремена неудобоносимые на людей священникам. А сами перстом не хотите пошевелить, чтобы исполнять что-то. А на людей навалили уже всего. Делайте, омывайтесь там почаще. Там ходи там это под мышками все там. Это смывай себя. Прошел там через это торжеще. Да, и быстро давай иди мойся. Там на скамейке кто-то присел там нечисто. Давай там скреби, там заняться. Знаешь, сколько там микробов. И люди там стараются, чистят все, скоблят. А Господь говорит, вам это ли надо? А мы видели, ты сам такой. Вы зерна растирали и ели ученики твои. А тогда суббота была. Вы что, трудились-то зачем? Руки грязные еще нет. Ну, еще Господь говорит там. Об этом ли вам Господь говорил? А когда пришел в синагогу в субботу и исцелил, в которой была рука, они стоят, он говорит, а что, добро делать или зло? И они, говорит, молчали. Молчали. Почему? Потому что ответ их был. Ну, мы не зло, но нельзя исцелять-то в субботу. Так это же зло человеку не дать. А когда тогда исцелять? Другое дело, действие. Ну, это же труд, ты же трудишься, человека исцеляешь. А Бог зачем дал этот дар нам? Это же от Бога дар исцеления. А мы не знаем, наверное, уже и не от Бога, а в субботу. Так и тогда он укорил... И тогда написано, взглянув с яростью на них, с гневом взглянув на них. Понимаешь, Господа до чего довели? Тупорылые. И он говорит, не знаете, что такое милость, суд. Оставили суд, милость и веру. Ну да. И потом ученики тоже там. А давай, говорит, убьем там их. Не знаете, какого вы духа. Вы что же делаете? Господь пример этим привел ожесточенное сердце. Он говорит, если у вас овца упадет в яму, не вытащили у тебя ее сразу. Да, в субботу. Простой пример привел. Как мы должны относиться к душе своей? Наша душа, наше тело, это вот такие вот ослы, вот эти вот сухорукие люди. Мы должны, мы должны давать ей это, пищу, должны давать. А пища какая наше? Писание, Слово Божие. Не буковки нас спасают, а дух, который находится в силе. Дух, который находится в этих буквах. Дух. Откуда он рождается? Он родится от силы Божьей, которая в тебе возникнет. Когда ты будешь одного чувствования со Христом Господом нашим. Самое интересное, сразу не дается. Нет, не дается. Не даст. Не дается. И закон пройдешь, и закон пройдешь. Верующими не раздаются, верующими становятся. Он так чуть-чуть приоткроет, посмотрел, а раз закрывает. Я читал только на четвертый раз, читал Слово Божие, когда мне Господь открыл. Что это про меня говорится все. Вот это вот все. Я столько читаю. Я читаю, читаю, у меня атласы там. Я все, у меня история по-новому открылась. Ты знаешь, через еврейство никогда не было, у нас же закрыто это было. А тут столько открылось всего. Я это исторически, вот это вот атлас у меня в голове все это. Я все это, ого, сколько всего. Начинаю рассказывать, все на меня смотрят. А ты откуда это взял? Я говорю, из Библии. Ты что, Библию читаешь? Да ты дурак. Как этот, Лискова, да? У меня сколько друзей было. Я в память-рубаха был. Во всех обществах. Деньги у меня были. Золотом все-таки занимался. Все, друзей было в море. Ели-пили, гуляли. И когда я начал про Библию, говорю, да еще достану Библию, начну читать, сдуло, никого не было. Одна Марина осталась. Она когда увидела у меня эту книгу, которая там наверху, она корочки такие, ну, мягкие, и нету названия никакого. Я там раз сижу, читаю. Она выходит, я раз ее и в сумочку себе. У меня там пунктивные прямые движности, мячик там лежит. Там эти, перчатки там, ну, чем только не занимался. Майки там все, эти шорты там, и трико. В общем, я одновременно качался штангой, занимался боксом, занимался ушу одновременно. Представь, еще не все перечислил. Ну, одновременно мыл золото, еще хватало. На мотоциклах ездили, там по ручьям, ну, это на Колыме все, вот почему-то. Отцветало, да? Одновременно гулял там еще. Ну, выпивал, правда, я совсем, ну, даже, можно сказать, не пил. Курить не курил. Но подруг, друзей было очень много. И все это, пш-ш-ш, все ушло. Один шифер. Я спрашиваю, а ты откуда знаешь, что это Библия? Она, ну, раскурочек нету. Я такой, я говорю, а ты такая непростая, ну, откуда ты? Она говорит, да я уже Новый Завет прочитала. Да ты что, видишь, как-то о Христе. Ко себе эта женщина никого больше. И она начинает рассказывать, она начинает Достоевского вспоминать. Нет, она прочитала Достоевского, Толстого прочитала. Ну, она, короче, полностью всю классику, я смотрю, думаю, ничего себе Бог послал мне какую. Дерушку. Женщину, женщину. И все, я влюбился. Я влюбился не в ее красоту, а в духовную ее красоту. Аж так бросил жену. Вот так вот так. Да. Вот так был сделан. Но я тогда был неверующим. Только-только еще приходила вера. А потом через год уже, когда мы поженились, тогда я уже уверовал искренно. Господь дал веру. Не знаешь, жена не спасяшь ли, Боже. Да. Вот Господь, как нас. Вот Слово Божие. Два часа девять минуты. Да. Вопросы? Пролетели. Вопросы? Понятно теперь о Троице? Нет. Не понятно о Троице ничего? Я тебе так скажу. Понятно. Уже понятно. Стоп, подожди. Она ответила уже, слава тебе Господи. Нет, нет. Со второго раза. Я просто хотел пояснить. Ты не стыдишься, что ты ничего не знаешь. Я сам такой же. А она что, стыдится, что ли? Видно, что стыдится. Да? Да. Ты не стыдишься, что ты ничего не знаешь. Мы сами такие же были в начале все. Я тоже ничего не знал. Я тем более трощник всю жизнь. Мы говорим о том, чтобы она начинала читать. Это понятно. Это ясно, что она не знает. Я тебе стыдно, что она не знает даже вопрос, как правильно и какой задать. Ну и не надо задавать. Читай. Потому что ты не знаешь. Потому что ты не читаешь Слово Гожи. Это не знаешь. Это не читала. Это не смотрела. То есть мы же привыкли. Ну и я хочу сказать, что если ты на крещение попадешь вот с такими вопросами, то ты однозначно тебя не вкрестят. Через сколько лет ты покрестился? Через сколько лет? Как оглашенным. Я оглашенным стал где-то, наверное, в марте. А крестился 7 июля. А, то есть тоже как у меня. Ну, я не такой же был. Нет, ну я не такой, как ты в оглашении-то. Я занимался. У меня с Женей был Янчук, который сейчас дьякон. Севастьян был мой поручитель. Я ему сказал, Севастьян, строго за мной смотри. Если что, я не так буду делать. Ты меня прям обличай там все. А к Жене я сам к ним приходил. Там говорю, вот такие вопросы там. Вот это вот, это вот. Для меня были главные вопросы. Понять, как Игнатий Тихонович, на чем основывает свою критическую империализм. Вот это вот. И вот это вот я думаю, как почему. А потом я понял, а, так он Слово Божие берет и сегодняшняя просто жизнь священников. Я-то начал священникам приходить, спрашивать их, с людьми беседовать и так далее. Начал, а это все лучше всего в благовестии. Начал распространять вот Слово Божие. Священное Писание. Ну, тут вот все, которые есть. 14. Их прям. Вот, они перечисляются. Слово Божие о молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне. Спаси, Господи, от объяний, от перства, о забот житейских, отцы, дети, о слове, о сне, о благовестии, о семье, о братобритии, о табакокурении. И так, бодрствуйте. Божий храм и торговый несовместимы. А я говорю вам, любите врагов ваших, годность папства, человекоубийство, ложь Ватикана, Фатимская весть, трагедия или надежда. Вот так. Вот эти вот все. Эти все были в 14 материалах. Да, вот пол этой книги, это мы материалами 14, и мы распространяли в городе. У нас тогда не было еще Евангелия. А потом мы начали где-то доставать вот эти гидеоновские братья, синие Евангелие. Потом, ну и потом дальше-дальше начали уже обрастать связями. Мы все с протестантами. Протестанты нам прям года, нет, лет 8 назад мы поехали и нам отдали целый склад. И там были Евангелия от Иоанна. Там их было тысячи Евангелия от Иоанна. Такие вот хорошие. Там же от бактистов? И прям привезли газель полную. И там были детские такие интересные. Не виблии, а... Ну это без меня было еще. Без тебя, да, это было. Какой год был? Да где-то 2000, наверное, четвертый, четвертый или пятый. А, Лудя, ты сколько в оглашенном ходил? Два года. Два года. Ну я год ходил как оглашенный, но... Вернее, просто ходил, назидался с братья. А год уже потом, после, как я уже подал заявление. Ну, видишь, меня ни с одним оглашенным сравнить нельзя было. Потому что вопросы какие-то по Слову Божьему, вопросы я легко отвечал. И то есть, сигнативность, что по Слову Божьему я понимаю. Я не понимал, я вначале не мог понять, как вот там к святым относиться и так далее. А потом я понял, как надо к ним относиться. По Слову Божьему. Как к людям. Некоторые, как бы, их память несчастна. Как дул Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского, Серафима Старомского. Как обычные люди, которые прожили его? Просто несчастные. Александра Невского. Просто бедняги. Их так замордовали. А сейчас там еще какой-то Нахимова придумали. Ушакова там. Кого-то сейчас не коммунизируют. Всех подряд. Кто побеждал в Гойках. Савсу, Горова скоро там. Сталина. Жукова. Всех коммунизируют. Как относиться к ним? Люди. К этим сложно. Это понятно. Безбожники. Убивали людей. А вот к святым как относиться? И когда читаешь, все. Потом я начал сам житие святых читать. И понял. А, так это вам придали еще форсу-то. Эти. Попы. А потом Игнатий Иванович дошел до монашества. И когда он дошел до монашества. И нам это сообщил. Для меня вообще все раскрылось. Он об этом не говорил еще в 96-м году. Это он до этого дошел. В году, наверное, 99-м. И когда он это рассказал. И этот вопрос он сразу передал в 7-8 томе. Книге открытым укором. На чем приткнулся этот. На чем приткнулся Нафанаил. Поэтому до этого Игнатий Иванович только не говорил. А здесь он как вот это все у него выплеснулось. И я как все прочитал. Еще он эти старые древние уставы монашеские взял. Этих детей, которых там кидали в огонь и в рейхи. Там своих они бедных отцей. Чтобы проверить монах он или нет. Так так Сталин проверял. Свой ты или нет. И Гитлер так же. Так ты сильный мужик нормальный. Теперь проверка кровью. Заводите его сюда. Стреляй в него. Или на нож зарежь. Все проверка крови. Молодец. Это враг. Так же ребенка. Мой ребенок. Твой ребенок. Ты же монах уже. Ты не должен об этом думать. Иди в речку. Иди стой. Стой смотри как тонет. Это что такое? Откуда это взято? Это потом этот монах святой. Ну как? Его потом настоятелем делают. Не сердце, а сталь. 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 Ну конечно. И у Сталина такое же было сердце. Давайте, говорит Павлиса, на твоего сына поменяем. На солдата на фельмашево не меняю. Солдата на фельмашево не меняю. Мне нравится мое сердце каменное. Стальное. Мне зачем плотяное сердце? А Господь говорит, и сделаю ваши каменные сердца плотяными. Плотяными. То есть, у которых кровь есть. Которые мягкие. Которые чувствуют. Потому что чувствуем. Мы не чувствуем, ходим, а веруем. Но оно идет через сердце. Через душу. Все равно все это. Ну чем сердце наполнено? Потом это с уста говорят. Аминь. Именно так. Сердце это внутренность твоя. Главное желать этого, чтобы Господь... А чтобы твоя внутренность была, как говорит Златоус, чтобы из тебя полились речи воды живой, речи, ручеек хотя бы воды живой, ты должен выпить моря. А моря чего? Моря веры других людей. То есть, ты должен и жития знать. Священное Писание. Это тебе откроет только это, что нужно знать. И эти атласы в тебя пойдут, как мана небесная. Ты будешь вот это вот, каждое... Каждое вот это вот голубое пятнышко. Это вот море Галилейское. Это вот Генесарецкое. Это вот мертвое море. А это Среднеземное. Вот тут вот ходили стопы Давида. Ты будешь целовать все это, сердце прижимать. Тебе вот так оно мило и доброе. Когда тебя спросят, где находится Греция, ты скажешь, вот тут Греция. Скажут, а как выглядит Италия-то? Как сапог выглядит с каблуком. Молодец. Тебе надолго дали? Нет. Ну, дали. До воскресения. До воскресения. На недельку. На недельку? На недельку. Вот тебе сейчас проще будет, знаешь, чем-то? Да, у тебя не заполнена сейчас еще информация, голова. А у меня наши будут какие-то. Так тебе на недельку дают. У меня, как сказать, вот этот мусор был. И у меня все это просто вверх легло. Ты возьми все, перефотографируй, что тебе надо. Много чего уже с прошлой жизни. Перефотографируй красиво. Да, и на компьютер. И прям, и все. Лена, я тебе же... То, что надо тебе. Можешь заказать, в интернете поискать. Я закажу. Нет, я закажу, но на неделю можно. Не дыша. Конечно. Не дыша. Можно без перчаток, но... Да, ничего при этом не готовить, это понятно. Да, да, да. Кофе не пить, наверное. Как у нас любят компьютер, тут же булочки, кофе, все в крошках. Вы как-то просыпаешь, еще на неделю хватает на кофе. Ну, это любят такие эти компьютерщики особенно. Вот, подожди, мы самого главного ответа добились. Что троица теперь в даре понимает, что такое троица, да? Ну, то есть, это отец, и Дух Святой. Все просто. Все просто. Трое. Но это единый Бог. Единый Бог. Даже три поставь. Это мне трое-то еще объясняли, но... Ну, сейчас попонять не стало, да? Попонять не надо. А, вот теперь я, наверное, начинаю понимать, какой твой вопрос. Она неправильно сформулировала мышки кошки, она не это хотела сказать. Вот теперь до меня начинает прощаться. Я-то, 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 вот, с вас стала обо прощаться. Это у меня сейчас только начало, что она хотела. Это только сейчас до меня начало. Ну, да, да, теперь мне попонять не стало. Хорошо, что тебе стало понятно, потому что вы так понимаете, мне уже не понятно. Я себя представляю девочкой, 18-летней. Я вот там то-то, то-то делаю. То есть я потом вживаюсь в образ. Тогда мне становится понятно, о чем говорит человек. А так тоже он. Ну, ты уже что-то знаешь, ты думаешь, что знаешь? Так, сейчас я войду в образ девочки, 17-летней. Так, 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 так. Ой-ой-ой, нет, не буду туда, что ты. И сидят вокруг дядьки, такие умные. Ты сидишь такая, ничего не понимаешь. И вопрос нельзя. Никакой заданки. Дядь-ка, я подожди, сейчас, что-то, может, сказать, что-то. Вот единственное, свои чувства, я могу совет дать, Дарья, да и всем, кто будет там смотреть, слушать. Ты не должен замыкаться, что если тебя вот, ага, ты, а, ты такой невежда, все, значит, я такой плохой, отстаньте от меня. То есть в обиду не впадай. Плакать можно, злиться нельзя. Да, это не обида, я не могу всем объяснить. Я говорю, плакать можно, злиться нельзя. Даже обижаться можно, злиться не надо. А там непонятно, обидеться, там, ты дальше додумаешь что-то, а вот злиться, это плохо уже. В этом-то и заключается блаженный нищий духом. Ты должна осознать это, любой из нас должен осознать. Да, женщина, девушка, тем более, плачет, это для меня как здравствуйте. У меня такая была жена и не одна, у меня две было жены, и обе плакать. И я сначала это трагически переживал, нервничал, дарил подарки, чтобы не плакали. Чего только не делал, ходил колесом, пел там, ну, а потом понял, что... Плачь, дорогая, плачь. Плачь, слезы, это очень хорошо. И поэтому, когда плачешь при мне, я прям аж радуюсь, это очень хорошо. Я-то никого не обижаю же. Я понимаю, что на меня не обижаются. Главное, чтобы зло с ней пришло, вот в чем дело. Вот это больше всего. Аминь. Аминь, вот это показывает. Вот это вот, она, ну, обида там, это еще... Вот зло сразу бывает приходит, прям раз, человек разозлился, такой, себя. У нас такие, да, были такие, я к сестре подходил и говорю. Сестра, ты в себе замкнутая, я говорю, ты злишься. Зачем ты вот, ну, непонятно, почему ты злишься-то? Такая как зыркнет. И сейчас ее нету, она в московской патриархии ушла. И так я и не понял, что она злилась на что-то. Не как всегда, молчала-молчала. Я говорю, сестры, подойдите, поговорите с ней. Чего она молчит? Вот чего она молчит? Она же злится на что-то. Не просто там обиделась. Ходит там, человек дуется, потом может высказать тебе. Ну, ты вот что такой? Как у нас была тоже вот сестра, высказала. Чего это Нинка все выступает, ее слушайте. А я когда стою на собрании выступать, меня не слушайте. Да потому что Нинка, Нина Александровна Жомнила, она говорит по делу. Да, бывает разольется, но у ней по делу. Она и показывает себя. Она уже пять лет стоит около храма. Ее не запускают священники, она не заходит. Почему? Она не отрекается к истинному крещению вот этих книг. Не отрекается от Библии. Она не хочет отрекаться. А он говорит, отрекись от Библии. Отрекись от всего, что ты узнала у Игнатия Лапкина в общине. Отрекись от того, какие там у вас отношения. Отрекись от этого. Отрекись. Будь такая, как эти здесь. Вороной крылышки сложила. И стой, клюй тут, что тебе дают. Дома, сиди. Нет, она все равно идет. Она идет. Она показала себя. А эта сестра, которая хотела выступать, ее не слушает. Говорила не по делу. Ее часто, ну, некоторые тут есть, осаждал. И вот ей не понравилось. Ну, а что попало-то говорить? Я понимаю по делу, если без дела-то. Чего языком молоть? А потом нам там комментарии пишут. Вы тут просто все пустомели. Правильно. И это верно. Балаболы. Только к чему он сказал, непонятно. Балаболы. Там одни ли балаболы. Там одним прочим. Балаболы просто. Ну, как бы это верно, да, балаболы. Ну, к чему ты это сказал? Если ты, мы сказали, идем на благовестие и не пошли, тогда я 15 восклицательных знаков могу поставить. А если мы пошли, благовествовали, тогда, может быть, тебе как-то развернуть это слово к себе. Ты же ходил, ты же ходил, нет, благовествовал. Выясняется, что вот сейчас вот Голубева благовествует. Видели? Они там ходят. Слово Божие раздают. Занятия. Занятия там ведут. Ну, человек, видишь, услышал человека, пошел куда-то. Сидят они под камерой, раздыхись. Ну, у нас там все открывается не сразу. У нас до сих пор еще некоторые боятся, что так закрываются от камеры. Рабинные, как они. На природных. На природных. Как будто бы они раньше не жили. А я сейчас вспоминаю, когда мы ходили, брат, на это, сейчас бы, тогда бы нам вот этот канал, да? Сколько бы мы сняли, как мы там ходим, эти, в редакцию там достаем, что-то там, ооо, сколько больше. Даже не канал, а камеру просто. Камеру просто. Да, камеру. У нас бы еще отдельно можно было сайт про это делать. Потому что каждые пять часов поднимаемся, и три часа мы там ходим, горбатимся, таскали там все это. А в тюрьму, если бы разрешили снимать, благовествовали в тюрьме, да ты что, там бы запретили, наверное. А там люди-то задавали вопросы, там письма, по-моему, передают. Возьмите, возьмите письмо, передайте. Я говорю, ну я только офицеру спрошу. Нет, 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 нельзя. Я говорю, я же так не могу, я же это, здесь на службе у Господа. Я же могу на ваш вопрос какой-нибудь ответить. А так, чтобы передавать письма. Потом там спрашивают, вы это там, что-нибудь, письма кто-то передавал. Я говорю, что-то там сували, но я же не беру. Ни разу меня не обшали, меня обыскали, ничего. Вот что значит Вера Игнатия Тихоновича, которая передалась этому начальнику тюрьмы, и он так отнесся к нам, кто там ходил. Ну, я во всяком случае помню. Ну, иногда там долго стоишь, ждешь у них там свои мероприятия. Там шмоны назывались, там еще что-то. Ну, бывало иногда, да, там час целый прождешь. Так обычно заходишь прям, рассортировал, все, тебе офицер заходит, и пошли по камерам. И камер пятьдесят. Засовываешь бумаги в такую пачку, потом такую пачку газет, журналов всяких. Не страшно было? Нет, нисколько. Потому что там люди сидят прям, такая кормушечка туда заглядывает, что мир вам, верующего Христа, люди православные пришли с вами поговорить, подарить вам Слово Божие. Кто хочет читать Слово Божие? Там раз, 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 вот так. Вопросы, может, какие-то есть. Дарья, с тобой же Господь, с тобой же рядом Господь. Ну, это я сейчас, да, я спросила, и... Да, то есть я с тобой убирать страхи. Там еще больничка есть, называется больничка, там, это в новом корпусе. И там на второй этаж нужно было подниматься, и там эти... Ну, я на больничке называю. И там лежат туберкулезники. Туберкулез. И, говорит, пойдете туда или нет? Ну, вот. И Игнатий, ну что, он говорит, ты давай там сам думай. А мы с ним заходили. Я говорю, давайте пойду. Но там сказали сразу, ни к чему не прикасаться, ничего. В любой момент. Даже вот так передается. На расстоянии, говорит, к вам будут близко подходить, смотрите, а то, говорит, плюнут прям вас слюной и заразитесь. Вот такая дело. Ага, хотел пример привести. И ходили, благовествовали. И не было таких ни одних эксцессов. Женщины голые раздевались, было, там, женские тогда. Ну, это, там раз офицер постучит, к вам батюшка. Они такие, да-а-а, там запищать что-то. Такой, раз кормушку. Готовы? Готовы. Я раз туда, такая стоит, мадонна. Какую-нибудь молодую поставит, там, с волосами. Я такой, да, понятно. Ну, ладно, что, давай, одевайся, я говорю, я тебя видел уже. Ой-ой-ой-ой-ой, такая раз. Я говорю, у меня жена есть, вообще-то. Я говорю, вы мне что тут нового показали? А вот я вам сейчас расскажу о Христе. Вы аж подпрыгнете. Смотрите, в ад не попадите с вашими штучками. Ой, батюшка, да, это нет, мы случайно. Я говорю, вы там передайте в следующий раз. Я говорю, вы у меня же третий раз случайность подсовываете. Я говорю, девчата, нормально, изъянов нет. Но я говорю, вы дождетесь того, что появится у вас какая-нибудь проказа, там, какие-нибудь, что-нибудь перекосит в морду и так далее. Поняли меня? Все, отшептала бабка. Больше перестали мне показываться на глазах. Хаудон, шайтан. Один раз к детям пришлось заходить. Пришел Игнатик, значит, там у них был, и поговорил, там у них бунт какой-то был. Он зашел, поговорил с ними, и мужики успокоились. А тут дети начали. Матрасы жгут там, все что-то там жгут. Ну, в тюрьме, в тюрьме. Да, в тюрьме. Дети, сидят дети 15-16 лет. Да, они очень плохо себя ведут, и их во взрослую тюрьму посадили. Но отдельно, конечно, не со взрослыми, а отдельно дети. Там три или четыре пацана, там девчонки отдельно сидят. И поговорите с ними. Я к девчонкам заходил, и к пацанам меня прям туда заводили. Потому что они небольшие, ну, не убьют меня, короче говоря. Я туда к ними заходил, с ними беседовал, там все рассказывал. Я говорю, вам просто от скуки, вам заняться нечем. Я говорю, вот, Слово Божие, будете читать, вам будет чем заняться. А Господь еще веру вам даст. И тогда вы будете в Господу молиться, и так вам будет приятно здесь сидеть. Вот меня бы сейчас с вами посадили, говорю, я бы тут с удовольствием посидел. Ну, Господь вот меня, видите, послал, только я могу сказать об этом. Ну, потому что я не сделал этих дел, которые вы делаете. Или Господь меня простил, просто не посадил пока. Ну, там, с ними там примеры всякие приводил. И все. Ну, и потом спрашивал, ну, что? Говорит, ну, ничего, нормально все. То есть, перестали спать, вовремя начали ложиться. Да. Ну, что только не, надо так бы заснять это все прям наяву. Такие бы при памяти оставались. У Игнатиховича сколько было? У Игнатиховича там выступал по радио. Мне потом тоже там дали раз выступить. Я тоже там о какой-то празднике был. Рассказывал о празднике. Я подготовился, до этого еще сказали, подготовился там. Не помню, о крещении что ли. Сейчас не помню. Праздники там по радио. Мне тоже любят слушать. Ну, интересно было. Мы даже без вот этого вот, мы жили публично. Всегда на все мероприятия ходили. Вот Игнатихович там, куда пригласят его. Мы с микрофонами. У нас много записей осталось. Ну, чтобы успех твой был очевиден, да? Успех твой был очевиден. Да, конечно. А Игнатиховича все знают. Куда ни прийди, все знают его. Он везде, он благовестовал ходил, рассказывал. Сейчас просто новое поколение подросло. Да, сейчас новое поколение людей. А тогда люди вообще ничего не знали. Тогда им было прям, ну что ни скажи, они ничего не знают. А сейчас все очень умные через одного. А Христе-то уж точно слышали. Мы не рабы. Рабы не мы. Рабы не мы. Не мы. Вопросов? Нет. Есть вопросы? Но они их скажут потом. На следующий раз, да? Наверное, да. Так ты вот эту вообще книгу-то читаешь? Вот эту 412-ю страницу? Остановилась на 19-й странице. А вот это не читала ты, вот эту вот страницу? Вопросы. Вопросы ты сами читала? Да. Но вопросы поставила себе где-то? Ты в китарке. Допустим, вот это объяснить, вот это или вот это. То есть ты же готовишься к окрещению? Да. Ты понимаешь, что тебе нужно до 12-го июля разговаривать с дядей Игорем? И дядя Игорь скажет, ты готова к окрещению? Ты прям ответы найдешь. Ты молодец. Я вижу в твоих глазах рождение свыше. Нашим детям со мной стороны повезло, вот Ене, допустим. Почему она не с нами? Я не знаю, где. Еня! А что ты не с нами? Вопрос задают. Иди появись сюда. А что ты не с нами? Тебе это очень... Тоже тут нужно было бы побыть-то. Тут такие вопросы задают. Первый. А ты там сидишь что-то. Позвали. Не позвали? Это скромность, да? Вот им с одной стороны повезло. Ей не нужно креститься уже. Она крещеная. Ее погрузили. Она вот такая была. Кишка. Вот такая. То есть ей уже ничего не надо? Да. Ей уже ничего не надо. А тебе теперь нужно самой трудиться, читать. А ей нужно даже уже не читать. Она и не читает. Но читает, когда дядя Игорь уже начинает вот так выкручивать. Вот так вот. Когда Дядя Игорь начинает выкручивать, вот так вот. Тогда, ну ладно, начнем читать. Начинает читать. а так уехала домой, сколько раз Библию открыла а я знаю не знаю, знаю я или не знаю сколько раз, знаете как это не знайте два раза открыло, наверное как открыло, так и закрыло два раза уже получилось вот в чем дело-то, его нету интереса потому что она крещеная а нужно родиться свыше понимаешь в чем дело? Христос говорит крещение с рождения свыше да, это здорово Христос говорит так не препятствуйте детям приходить ко мне понимаешь? ибо таковых есть Царство Небесное но когда Христос и на этом основе, мы крестим маленьких детей, только родились они мы их тут же крестим как бы крещение, это обрезание на восьмой день это было и теперь вроде чем раньше, тем лучше но, когда Господь говорит детям этим дети-то к Нему уже пришли они большенькие подошли они не подползли в пыленках-то понимаешь к Нему со всех сторон как червячки эти а дети к Нему подошли Он говорит не препятствуйте детям подходить приходить ко мне а дети к Нему подходили понимаешь, да, не подползали они были уже в каком-то возрасте понимаешь, что дело и когда Он говорил вот что-то слушали а теперь так все, не надо этого все а у католиков а наши как попы говорят сейчас не крестим он там станет кривым косым дураком убьют его там под машину попадет все, ангел-хранитель его не действует а католики так не рассуждают у них конфирмация в 12 лет с 11 до 14 лет как подготовился к окрещению пожалуйста они там с крылышками идут дети красиво там все мальчики такие там у них таких с пером ну то есть все они готовы к окрещению вы знаете это у них там тоже вопросы задают понимаешь в чем дело не просто так и вот там крест ну как крест чуть помочили вот так бы вот было у них сейчас вот этот Нестор бы у меня он бы до крещения сейчас ее бы никогда не допустил до крещения пока сама бы Евангелие не прочитала сама сама с любовью и не вот так вот раздумчивость с чувством с толком с расстановкой чтобы вопросы приходили а это что проскочил быстренько это проскочил говорит а вы в Библию проходили в Библию нет мы ее пролетали ну это точно пролетали всех стран соединились с той стороны пролетели с этой стороны все улетели и никого нет без всего забрал из ушей нужно и с одной стороны хорошо как бы а с другой то стороны вот пожалуйста не поговорить ничего она уже там сидит она уже не в оглашенных ей ничего не надо она крещена а спроси что-нибудь нет нет ну сейчас надо отдать должное мы с ней беседуем она географию хорошо знает географию хорошо и библейскую знает более меня и даже слово Библию Дверхий Завет ну так на троечку такую надо читать тоже но она не любит читать сама не любит то есть надо от нее добиваться этого не только от нее от всех детей сколько трудов там было положено в лагере там же изучаем так она сколько в лагере была и так далее это вот все труды после крещения стараемся человеку привить любовь к чтению просто Слова Божьего над чем мы сейчас с тобой работаем ну ты то уже во взрослом возрасте ты уже нас понимаешь а они то были вот такие вот малявки еще но если бы она была малявкой и говорили ты не крещена ты должна еще быть крещена ты при смерти находишься она бы наверное по другому относилась а сейчас что она крещена в случае что так мы ее поем со святыми и нахуй на небеса Библию открывала при мне понимаешь чем делать там суп отвечать то есть она уже об этом знает да и я буду правда молиться если вдруг что а со святыми да а там отвечать так идет за все каждое праздное слово сама она чтобы ну она уже знает вы сегодня с ней опять беседу имели так получается что вот смотри дети же тоже тогда оглашенные должны выходить да с родителями какие дети ну вот дети не крещеные а не крещеные ну конечно да вот и это еще представьте дети выходят родители тут стоят а дети оглашенные ушли родители наверное бы чесались немножко а сейчас что они тут все с верными стоят головки подняли оглашенные главы ваше господи преклоните а мы вот такие стоим гордые евангелие вчера не читала позавчера не читала о чем батюшка читает грешный полосу да ничего страшного я же кричин мне главное головку только не скромить перед оглашенной и к библии к слову божьему подходят как лебеди пошли и поцеловали и назад ушли но мы то знаем что там ничего не было вот этого библии по голове это вот так это же хорошо ты говорил что плохо это хорошо по голове библии библии по голове библии в голову бы ее а не по голове ничего не будет по голове ничего не будет я уже все это знаю ничего не будет ты бы только вот кто бы знал сколько я чувств вкладываю когда я рассказываю малышам о слове божьем Как я хочу, чтобы они это прочитали Так, как мне слышится Ну, чтобы прочитали И вот тут заметила что-то Ну, уже начинает немножко подмечать Ну, чтобы не я это заметил Я это заметил А чтобы другой заметил И мы раз на этом слово поговорили Златоуста открыли, толкование Вспомнили Игнатия Тихоновича Его книги прекрасные А он сколько чувств вложил У него осталось это Мы-то так распалились где-то Но у него в книгах осталось Как он говорит, долгоиграющий артиллерий Как даст дальним карельным особого резерва Наверное, на многие годы берет Да Книга Люди берут туда книги так себе Еще не понимают, чем дело закончится Они там их и считать-то не будут Но другие разберут Как вот этот парень, который говорит А где там у нас в каком-то городе Трихтомник только, Игнатий Ильич Надо полностью покупать Полностью это нет А тогда, может, там где-то есть? А он говорит, да, мы в этом городе Там в Кишиневе Где там С Латвии Нет, не С Латвии, С Молдавии А, С Молдавии, да В Кишиневе, где-то мы там оставляли библиотеки Да вы что, я поеду туда Вот там буду читать эти книги Понимаешь, как это бывает Находят все это Не, ну мне непонятно Заходишь на сайт Открываешь и читаешь Это же вообще Скачиваешь? Ну да Да даже не скачиваешь Да ты можешь сам себе книгу напечатать Если на то пошло Если сильно охота И я хочу сказать Я хочу сказать Легче тебе купить бумагу Купить бумагу И прямо напечатать ее Ну вот на бумаге И все, читай, если тебе надо Книга просто удобнее А ты спечатаешь? Да, удобнее она раз И не всегда интернет нам будет А вдруг у вообще сейчас не будет И у нас должно здесь уже быть Вообще не будет интернета Да вы, Григорь, бездействительно Ну книги сгореть могут А ты и всегда здесь закладываешь Голову закладываешь А чтобы уговариваться, конечно Надо общаться по ссылке Нет, дело все в том, что Когда ты открываешь Нет, вы говорите Интернета не более Когда ты берешь книгу Вы дети еще Не все понимаете Понюхай ее Да Тут тебе и обоняние Вот, види, когда ты ее Открываешь Когда ты знаешь Что ты вот ее тут открыла Она у тебя Вся вот тут сформатирована Вот тут в голове Вот эта книга Не там в компьютере, а здесь Ты вот ее открыл Вот строчечку вот эту прочел Остановился Она тут у тебя здесь Она вот так вот у тебя Не вот здесь И она в компьютерном варианте Вот этом, в электронном, видите В глаза А вот здесь, понимаешь Она материальная И в то же время духовная здесь Где-то вот тут я вот это вот читала Вот столько было страниц Да Вот, вот О, вот здесь То есть прямо Ты знаешь, сколько было страниц до конца Она чувствуется Она все Она чувствуется Да, книга И ты можешь остановиться здесь И ты уже знаешь Я вот с этой стороны где-то это нашел Вот я вот сейчас вот смотрю Думаю, так, где же Какой же Девятый или седьмой Мы читали Забыл уже Хоф О, точно Вот с этой стороны Точно Это девятая И видишь там Как еще человека можно проверить Читает он или нет Да, книга Когда на ней следы От рук От всего Она прям уже вышла Ну, кстати, это очень плохо Игнатий Ильич говорит Нет, это плохо Когда вот Ну, тут еще бывает, да Но вот когда вот тут вот следы Вот это вот все затерто Это ни к чему Что мы ее открывали Нет, ну вот у тебя Вот у тебя-то библия Она прям Я ее, видишь, в поездки брал Я же в тайге работаю И куда только Надо было ее чем-то сделать Что я в книге читал Я специально потирал каждый день Раз, два, чтобы потом показать И сказать Я читал ее Вы не думайте Когда он ехал-то Выложил инсигнацию Это Александр Николай Первый Николай Первый Я брат на канал ехал Читаете, читаете На станции Когда коней меняли То, говорит Ну, а Евангелие Живем плохо, очень плохо А Евангелие Это читаете? Смотрю вас Да, читаем, конечно Подошел там Что вы читаете-то тут? Да, вот там деяние где-то А он взял туда 25 Рублевые 17 И поставил Ну, хорошо Читайте дальше Потом сколько-то там прошло Обратно возвращается там же Ну, что? Когда вот все Так же, батюшка, тяжело Нам все там тяжело Так тяжело Там все, живем плохо А Евангелие Это читаете Библию-то Ему много из... Да, читаем, читаем Подошел раз Открывает При нем вот так Раз А там 20 пяточки И он, говорит Отвернулся, говорит Отдал, говорит Отвернулся Заплакал И тут Не только, говорит Увидел, как плечи Задрожали к царям А понять-то можно Нам сейчас Это то же самое Когда ты Ну, он же как Поддан Относился Как к своим друзьям То есть Это его друзья Подданные У царя были Это же не Сталин Сталин относился Как к врагам Все были только враги Но надо было Никому не верить Как марксисты Коммунисты У них же главный лозунг Никому не верь Это не главный лозунг Как у шпионов Никому не верь Вот так А вот он был другом Вот царь-батюшка А сейчас будет у нас Миша С тем Зачем протестанты? Ну, а то есть Никто такие протестанты Чем отличаются? Католики от протестантов? Они не отличаются Они отличаются Нет, она не понимала Кто они такие? Они такие вообще Раньше Раньше Церковь Христова Была единой Единая Вселенская Церковь Она не была Ни православная Ни как-то называлась Просто единая Кафолическая То есть Вселенская Кафолическая Это Кафолическая И Это по-восточному По-нашему По-гречески А если брать По-западному По-римски То католическая Церковь И в 1054 году На основе того Что испанские Священнослужители Начали Начали Произносить Символ Веры И В символе Вере Девятый Член Символа Веры И в Духа Святого Господа Истина Животворящая Иже от Отца Исходящего Они начали Добавлять Иже от Отца И Сына Исходящего По-испански На латинском языке Филиокве Филиокве Добавили То есть И от Сына Где-то С 860 года По Рождеству Христову Вот такие Вступления Начались И это Приняла Западная Церковь Которая В Риме Была А у Те Которые Были В Константинополе Восточная Церковь Называлась Часть Церкви Единой Кафолической Церкви Они не Приняли Это Сказали Нет От Сына Не написано А только От Отца Потому что Бог Отец Пошлет Написано А те Говорили Нет Но Дух Иисус Пришел И Дунул Значит От Сына И вот Они начали Спорить И в 1054 году Произошло Полное Разделение С Анаферистами Друг Друга Те Анаферистами Наложили На Западную Церковь Западную Анаферистами Наложили Вот С этого Началось Отступление Тысячу лет назад Да Тысячу лет назад Получается И это Отступление Привело К тому Что Начали Появляться Люди Которые Истину Искали Сначала Это были Катары Или Еще их Называли Лангобарцы Потом Появились Вальдинцы От имени Вальдинц Это был Такой Мелкий Торговец Который Искал Истину От канонов Чтобы церкви Не отступать Библию Читать И так далее А потом Уже появился В 1519 Году Мартин Лютер От которого Пошли Протестанты Лютеране Пошли Чистые протестанты Те которые Уже не признавали Священство Поэтому До этого Все признавали Священство Они не были Отступниками А эти Стали отступниками От секты То есть Сектанты То есть Часть От целого Секта Сектора Сектора Слово сектор Часть от целого Вот целое Яблоко Если ты Отсечешь Часть Вот это Отсечение Будет Секта Папа Папа Всегда были Папа Это переводится Как Отец У нас Патриарх Переводится Папа Ну или Отец Патриарх Высший Отец Много Всяких Отцов А это Патриарх То есть Вы над всеми Отцами Дедушка Будет Говорит И Всегда Был Папа Лев Лев Бенедикт Папа Они были Святыми Даже В Римской Церкви До 1054 Года А теперь Уже Разделение Пошло Окончательно В 1866 Году Когда Папе Каком-то Сейчас Не помню Бенедикте Каком-то 13 Или Бенедикт Бенедикт Произошло Значит Произошел Там Самор У них И они На нем Провозгласили Булу Которая Делала Непогрешимость Папы Римского Непогрешимость Это Самая Страшная Ересь Какую Только Могли Придумать Люди То есть Сейчас Папа У них Который Становится Он Непогрешим То есть Он Не может Выжить Да Что он Не делает Это Все Безусловно Это Вот это Страшнейшее Отступление Были Старокатолики Есть Старокатолики Они не были Они есть Которые Стоят на позиции Еще той Старой Ну то есть Филевки признают Но не признают Непогрешимость Папы Не признают Они нам Очень близки И До Первой Мировой Войны Было даже такой момент Что старокатолики Которые на западе Хотели объединиться С православной церковью У нас Чтобы у них был Эпископат Но первая Мировая война Помешала этому И сейчас не знаю Какие отношения дальше Так Объединиться Пришлось бы Принять Православие Как подружение Да? То есть Креститься Да нет У них же Там тоже есть Крещение Все есть Им надо было Просто Войти В Диптихи Православной Церкви Там даже Епископы Остались И священники В своем Сане Они полностью Церковь Они только Единственное Филюх И не признать И все Что исходит От Отца От Отца Исходящего Дух Святой От Отца Исходящего Ну да Верую во Единого Бога Отца Вседежитого Нет От Отца Исходящего От Отца Исходящего Девятый На девятом Отчлении Они прикнулись Не на первом И в Духа Святаго Господа Истинного Животворящего И же от Отца Исходящего А они Доволят И сына И сына Убираешь И все Ты православный А теперь Дальше Ответление Пошло Это католики 1054 год А протестанты Появились Первые После 1525 года Когда Начала Образовываться Община Вокруг Лютера А уже До него Калин Отошел Калин Вообще С протестантскими Намерениями Отошел Он во Франции Один кантон Вообще Сделал Чисто Без католиков Безо всех Только Своя Чистая религия Уже Начали избирать Своих Старейшим Потом уже Пасторы Пошли И так дальше Потом пошли Анабаптисты Баптисты Анабаптисты Пошли Следующие Это православие Когда Дальше Православие 1054 год 1054 То есть Это крещение Владимира Начали Называться Православные Остались Православные Это пошло От 325 года Когда Константин Вел этот термин Православие Правильное Прославление Прославление Господа И тогда Его уже Взяли Здесь Что Мы Православные То есть Правильное Прославление Господа А те Так и Остались Святая Апостольская Католическая Церковь Католическая Ну у них Буква Т У нас Буква Ф В греческом Буква Ф Стоит А в римском По-латински Буква Т Это все Означает Вселенская Получается Третий Получается Символ Что Много Надо Знать Ну еще Почитай Теперь В православии Там нет Никаких Отступлений Как В сектах В православии Есть Раскол На Старое Обрядчество И Новое Обрядчество Новообрядцы Это мы Старообрядцы Это Старообрядцы Есть Новозыпковское Направление И Белокреницкого Направления Новозыпковцы Они Взяли Священников Из нового Обряда И восстановили Епископство А Белокреницкие На границе Где Львовщина Они Поехали В Греции Нашли Епископа Греческого Который Согласился Им Рукоположить Епископов И он Рукоположил Епископов Двоих Потом Его арестовали И посадили Но Те дальше Начали Рукополагать И у них Так Восстановилась Церковь А Новообрядцы Не просто Слово Выкинули Новообрядцы Они ничего Не сделали Они начали Креститься Тремя перстами Да Это Когда Там уже Непонятно Просто Троеперстие И все Да Просто Троеперстие Троеперстие И непризнание Двуперстия Вот Самое главное Хотя Старобрядцы Хотя Старобрядцы Это отрицают А нет Это не так Мало Ну а что Мало Когда На этом Предновении Главное Вот они Вот так А у нас Вот так Простой пример Иначе Когда Харатайство За наши Торообрядцы Потерявки Чтобы они Ходили к нам В храм Молиться Потому что Им запретили И Митрополит До этого Понравились ему Книги Иначе Что он Так хорошо Пишет А тут Сразу Реско Оборвал Нет Потому что У вас Троеперстие А у нас Троеперстие Да То есть Они будут Говорить Много Там Что все А когда Дойдет До горячего То два Креста Все Сразу Щепоточники Табакуры И так далее Да То есть У них хватает Разбойники Как будто Я убивал Их Ну Уже Покаялись Уже Московская Патриархия Приняла Это В 71 В 74 Году О Неразличии Клещей То есть Московская Патриархия Ты можешь Хоть двумя Костями Хоть тремя Равноспасительность Эти В 2000 В 2000 Году Покаялись Зарубежная Церковь Покаялась Перед Старобрядцами Что это Мы виноваты Гнали вас И теперь Нас Так же Гнали Вот мы Оказались В рассеянии Ну а Московская Патриархия Не покаялись Потому что Они что Они Мы Вот Стоим Не падаем Да Ну и не такие То есть У них нет Но зато Они вот Это Получается Символ Получается Мы сохранили Получается Вначале Символ Веры Да Конечно Какой Третий Лег Третий Северенский Собор То есть Перед Старбас Не приняло Северенского Собора Никакого Нет Нет Ну вот Диос Создали Символ Веры А Символ Веры Первый Северенский Собор Да Ну То есть Это Было Там тоже Началось Из-за того Что Арий Не признавал Иисуса Христа Бога Бога Человеком Он его просто Творением Признал И все А он сказал Мы правильно Прославляем Когда говорим Что Господь Это Есть Бог Иисус Христос То есть Правильное Прославление Тогда Православия Не было Того понятия Как сейчас Мы вкладываем Православие То есть Правильное Прославление Потому что Господь Не творение Он Бога Человек А сейчас Мы православными Называемся Православные И католики То есть Хотя на самом деле Мы Кафолики А они католики Тогда нужны Они католики А мы Кафолики А у них С него есть? Ну конечно У них все Есть то же самое Как у нас Конечно У них все Тоже Те же Богослужения Только они Сейчас их уменьшают Уже уменьшают Ну потому что Ересь она там действует А у нас все Незыблемо На месте стоит Хотя нужно Расширять Благовестие Проповедь Нужно расширять У нас В другом Должно Было Было Направление А они Начали Расширять Проповедь Только тогда Когда их Кульклюнул Этот петух Пожар Вот этот Протестантизм Вспыхнул И его Пытались Заглушить Сразу Огромными Войнами Убивать Там пошли Эти крестьян Которые Поднялись Против индульгенции То есть Таким нужно прославить Господа Что слово его Он перевел Библию На немецкий язык Но это еще Больше подхлестнуло И тогда Дошло дело До войны В 1618 году Началась религиозная война 30-летняя Называется Железный век И закончилась она В 1648 году Но Она закончилась уже Не битвами Протестантов И католиков Как она началась А битвами За раздел Германии И ближайших земель Вот до чего Сатана всех довел И все потом смеялись Вот вам Христос Начали во имя Христа Убивать И до чего дошли До разграбления земель Чужих Вот так Это всегда так будет Всегда было и будет И будет Потому что нельзя Эти вопросы решать Таким методом Как хотели старобрядцев Заставить Давайте Тоже Тремя перстами Мы все в Грецию Войдем И наш Константинополь Будет Наш будет Дартанеллы Босфор И Все заберем Все заберем Это самый Гималайский Геркулесовых столпов Почему Вот именно Православная Вера Спасительная А не Какая-то другая Нет Потому что Она первая И единственная Рукоположенная Которая была Сейчас От апостола От апостола От апостола Все записаны Называем Первый идет Кто нас рукоположил Иисус Христос Потом апостолы Идут Вот у нас допустим От апостола Андрея в России Идет рукоположение У католиков От апостола Петра Рукоположение идет И епископов И епископ Пошел Епископ Епископ Потом папа А папа Рукоположил Там другого И так далее И вот они все Написаны Сколько их там Сорок Человек И у нас свой Диптих Есть В России Через рукоположение Через рукоположение И пошло Все вот так И поэтому И в 50 1054 году У католики Разорвали Эти отношения Они Мы теперь Только от апостола Петра Русские А мы вот От апостола Андрея пойдем А эти Апостола Матфея Которые Копты А мы от Матфея Получается сколько Четыре или пять направлений Православие Православие Католики Потом кто Грето Армян Да Нет Армянская Армянская А что Армянская Потом эти Копты Копты Православные Все Кого Католики Армяне Копты Копты Четыре направления Это получается Идите Кому простите К тому проститься Рукоположение Кому простите Ну самые близкие Нам это Копты Идут Потому что Там Все идет О территориальных Каких-то Разделениях Там Нету таких Каких-то Догматических Потом идут Армяне Это монофизиты Потому что Они признают Одну Только божественную Божественную волю Господи Подожди Да Потом Потом Идут Католики Потому что У них отступление Уже такое В символе веры То есть Уже в том Что мы Это наши Кредо Как по-католически По-латински Во что мы верим То есть Если ты говоришь Я верующий Тебя спрашиваю Это во что В кого ты веришь И ты должен Сказать Веру Во единого Бога Отца Вседержителя И на все вопросы Ответить Которые тебе зададут О Троице О Духе Святом На это пошло Отключение Да Так Ну что брат Давай Какие еще вопросы Кстати Ты сейчас Услышала Теперь читай Закреп Да Конечно А как ты думала Вопросики Вопросики Даже ничего не записала Завтра опять Такой же задашь Единственный вопрос Есть запись Ну да Сейчас это дело есть Когда я его выложу Так что Так что Давай брат Молимся Обычно Что здесь Держим Сейчас Ился Семеселение Святой Господи Знамена Ся на нас В разуме Поющая Ти Пришел Иси Явился Иси Свет Непреступный Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Сестра Молись Брат Благослови нас Я же молился Благословен Господь Ныне пресно И во веки веков Аминь Благодарим тебя Господи За сегодняшнее Наше собрание Такое многолюдное Неожиданно Господи Слава тебе Господи Что ты еще Даруешь Людям приходить К тебе Господу Нашему Творцу Дверь для язычников Открыта Иудеи ждут Своего часа Когда прийти И прославить тебя Господи Даруй нам Любить всех Всех людей Любить Ненавидеть то Что уводит от тебя И любить тех людей Даже которые Приняли Противоположное тебе Антихристианское Помоги Многомилостью Господи Признать им Истину Твою И веру Слово Твое Святое Даруй Господи Изучать все одно Чтобы можно было И следуя его Идти за Тобой Господом И Творцом Не уклоняясь Ни направо Ни налево Тебе слава За все Отец Святой Дух Аминь Слава Иисусу Христу Валенте веков Аминь Аминь Слава Христу